Всем привет! Решила провести прямой эфир про хранение закваски. Я недавно делала опрос у себя, если вы видели, голосовали и поняла, что эта тема интересна. Решила в прямом эфире вам об этом поделиться, рассказать. Если есть какие-то вопросы у вас возникают, не стесняйтесь, пишите, я их увижу. Так, и спрашивайте, что непонятно, но сегодня поговорим вот о такой теме хранения закваски. Итак, сейчас покажу. Вот у меня есть баночка закваски. Это левита мадра у меня. Ну, не важно, какая закваска. Допустим, часть ушла у нас в выпечку. Я сейчас сделала батон. Вот. Примерно половину у меня осталось. И если я не планирую завтра на ней ничего печь, то нет смысла оставлять ее при комнатной температуре. Я ее убираю в холодильник. Можно ли убирать в холодильник? Не страшно ли это? Не опасно ли это убрать в холодильник закваску? Часто меня спрашивают. И нет, ничего не произойдет с ней. Главное, не ставьте ее к дальней стенке, там, где у нас более прохладная температура, где у нас даже по холодильнику лед может намерзать, там вот эта водичка течь. То есть туда к дальней стеночке не задвигайте. А здесь, в принципе, ее можно поближе к выходу поставить. И она прекрасно будет жить до одной недели. То есть, допустим, я буду печь хлеб послезавтра. Да, вот у меня в таком режиме он заканчивается. Или даже если раз в неделю, то после того, как вы замесили тесто, покормили, замесили тесто, остаток вот этот можно убрать смело в холодильник. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, это очень удобно, здорово. И после того, как вы достанете ее в следующий раз из холодильника, ее нужно будет отогреть немного. Ну, я обычно оставляю 2-3 часа при комнатной температуре. И дальше снова покормить так, чтобы у вас, во-первых, достаточный объем был для того, чтобы замесить тесто. И что-то осталось, потому что часто тоже бывает всю закваску в тесто и больше печь не на чем. Поэтому следите внимательно, чтобы оставалось хотя бы по стеночкам. Вот немного грамм 5-10. Подкармливаем ее. И остаток, опять же, можно убрать смело в холодильник. Если вы планируете печь ежедневно, а то и чаще, пару раз в день, летом особенно закваска очень быстро начинает расти из-за того, что тепло, тогда можно смело ее оставлять на столе. То есть, если у вас вот такое непрерывное производство при комнатной температуре, но будьте готовы к тому, запасайтесь мукой, что кормить ее придется достаточно часто. Так что же делать, например, если вы отсутствуете более длительное время, не собираетесь печь больше недели, предположим, то есть, если вы надолго либо уезжаете в отпуск, или еще какие-то, может быть, переезды, дачи, я не знаю, ну, какие-то обстоятельства, когда вы не имеете возможность делать ежедневные подкормки. И нет у вас возможности печь или там желания, не знаю, ну, суть такая, что вы хотите сохранить закваску, но при этом вам неудобно ее подкармливать. Как же ее сохранить, да? Значит, есть три самых таких вот удобных способа, как это можно сделать. В первую очередь, если вам закваску нужно оставить на недлительный срок, ну, неделя, 10 дней, вот в таком промежутке времени, в этом случае закваску нужно покормить просто по особой схеме. Мы берем ее не как обычно, допустим, вы кормите, берете вот сколько у вас по весу есть этой закваски, взвешиваем, берем там по массе 50% воды, это для левитамандры, для 100% закваски, соответственно, 100% сколько у вас есть и муки, и получается вот такая вот у нас пропорция, масса растет, ну, увеличивается как бы в три раза, да, примерно. Ну, если про 100% закваску говорить, то когда вы оставляете закваску надолго, например, не на 10 вы отлучаетесь, то вы можете ее покормить в гораздо большей пропорции, например, 1 к 5 к 5, или для левитамандры, там воды чуть-чуть поменьше, да, то есть на одну часть, на одну массу закваски взять 5 частей муки, 2,5 воды получится для левитамандры, для 100% закваски нужно будет взять 1 часть закваски, 5 частей муки, 5 частей воды, то есть гораздо большую пропорцию мы берем, для чего? Для того, чтобы даже в холодильнике закваска продолжает свой рост, свое развитие, чтобы у нее было питание, чтобы она не голодала, соответственно, не погибла. Это важно. Дальше убираем баночку в холодильник и оставляем смело ее 7-10 дней при обилии еды, она прекрасно у нас выживет, но не дольше. Дольше уже может начать голодать, это уже не очень хорошо, и, ну вот, все-таки лучше воспользоваться другими способами сохранения закваски. Второй способ, который тоже можно использовать, он удобен, это заморозить закваску. То есть мы берем нашу свежую вот закваску, покормленную, и отправляем в морозилку. Можно переложить в пакет, можно прямо в контейнер, только учтите, что пластик на морозе, он более хрупкий, ну, может трескаться. Поэтому можно прямо вот в емкости отправить это в морозилку. Как с ней быть дальше? Допустим, вы вернулись через месяц или еще какой-то период прошел, до полугода можно держать в морозилке, а то и до года. И вам нужно ее разморозить, активировать, да, обратно. То есть для этого мы с вечера обычно это удобно сделать, вынимаем из морозилки в холодильник. Она немного у нас постепенно начинает оттаивать. И дальше, когда она достигла температуры холодильника, мы ее перемещаем в комнату, да, на кухню, в нашу обычную температуру. Продолжим пока. Что можно еще сделать, кроме того, как заморозить закваску, когда вам нужно ее надолго сохранить. Можно, это самый удобный способ, самый, мне он больше всего нравится, я сама им пользуюсь и советую всегда, это засушить закваску. Сейчас я покажу. Вот у меня такие контейнеры с закваской. Такой запах сразу пошел. У меня сын хочет эти сухарики грызть, говорит, они так вкусно пахнут. Я говорю, ну это не готово же еще. Так вот, вот такие чипсинки я заготавливаю, засушиваю. Это закваска у меня хмелевая, пшеничная. Почему так много? Потому что я ее отправляю почтой, то есть у кого не получилось, допустим, самому приготовить или какие-то проблемы, или кто хочет именно мою закваску, я могу ее отправить, поэтому заготавливаю вот такое количество, немного, чтобы побольше у меня было. Для запаса достаточно буквально несколько вот таких вот сухариков. Как их сделать? Мы берем обычную нашу закваску активную и добавляем в нее муки, так, чтобы была плотная-плотная консистенция, типа, как если бы вы делали лапшу, например, или пельмени, может быть, ну, такое вот густое, плотное тесто. Когда вы такое тесто замесили, раскатываем мы его в колбаску и вот нарезаем, расплюскиваю дальше, и получаются вот такие вот чипсинки. То есть они у меня изначально тоненькие, это в процессе сушки уже, видите, закваска начинает подходить, увеличивается и раскатывают яйц плоско, совсем плоско. Вот. И в таком виде вот этот сухарик, его очень удобно хранить, до года можно спокойно хранить в контейнере, вот в пластиковом. Можно хранить в баночке. Здесь у меня другая закваска, у меня записка. Это итальянская закваска. Левитте Мадре как раз. Вот. Как видите, тоже сухарик поднимался в процессе сушки. Мы это тесто, которое сделали густое, раскатываем, нарезаем. Я люблю использовать тефлоновый коврик, на который выкладываю вот эти мини-лепешечки. Прикрываю сверху натуральной тканью и засушиваю. Сохнет она 2-3 дня, никаких там батарей, никаких духовок, ничего не надо, просто комнатная температура, она постепенно высыхает. Дальше, чего с ней делать? Вот она в таком сушеном виде. Мы ее переложили в контейнер стеклянный, либо пластиковый. Можно в мешочках хранить. Вот я отправляю в таких вот мешочках. Кладу несколько этих чипсин, сухариков. Вот. Это у меня безглютеновая закваска. Кукуруза. И в таком натуральном мешочке, чтобы она проветривалась, дышала, можно тоже прекрасно хранить. И вот одного такого мешочка вам про запас достаточно. Я рекомендую также заготовить. Если у вас даже все хорошо с закваской, прекрасно она растет, вы готовите, все вам нравится, сделайте небольшой себе вот такой запасик, хотя бы немного закваски, чтобы мало ли что, попадется какой-нибудь производитель не очень хороший, с водой вы что-то накосячите, добавите некачественную, и закваска может заболеть, а то и погибнуть. Поэтому пускай у вас будет всегда небольшой запас, либо в морозилке. Я в морозилке не храню, по той простой причине, что мне места жалко, места мало, и мне удобнее засушить, потому что сушеные вот эти чипсинки, их можно хранить при комнатной температуре, спокойно, ну, какой-либо баночки, вот так вот они лежат, и совершенно прекрасно хранятся. После того, как мы высушили, переложили, всё, мы можем уезжать, куда нам нужно отсутствовать, и в любой момент, когда вы снова захотите активировать закваску, чтобы она была у нас в активном состоянии, берите пики, как говорится, то нужно её просто-напросто, вот эту сухую закваску, размочить, и дальше начать подкармливать. В среднем на восстановление вот этой закваски сухой уходит одни-двое суток, ну, трое максимум, не знаю, если закваска давно лежала, но не факт. То есть обычно это достаточно быстро происходит, вы восстанавливаете закваску, и она у вас вновь получается активная, пузырится, и вы можете продолжать печь в том режиме, в котором вы задумывали, в котором вам удобно, в котором вам нравится. В общем, не нужно бояться, что это какой-то страшный зверь, страшное домашнее животное, которое вы заведёте, потом не сможете от него избавиться, придётся его с собой возить в отпуск, там ещё, или напрягать родственников своих, или друзей, там, чтобы отдать, за вас кормили, или как-то, то есть здесь вы можете самостоятельно совершенно выйти из положения и сохранить при этом закваску. то есть если ненадолго мы отсутствуем, мы просто кормим её в 5 раз больше, чтобы было питание, либо мы её замораживаем, если вам нужно уехать на месяц, там, две недели, два месяца, три месяца, полгода, можно его заморозить, или засушить. Также я рекомендую сушить всё-таки немного в резерв хотя бы, чтобы у вас была всегда под рукой, на всякий случай, такой неприкосновенный запас закваски, которая была бы хорошая, на пике, засушена, и вы можете в любой момент её воспользоваться или с кем-то поделиться.